Коллекционирование сегодня одно из самых популярных занятий в мире. Собирает разные вещи и интересно, и полезно. Так считает брещанин Александр Зиновицкий, который на протяжении 10 лет коллекционирует предметы военной атрибутики. Фуражки, береты, шевроны и значки, принадлежащие разным силовым структурам мира. Интерес к такому занятию мужчины со временем не ослабевает. Каждый год его коллекция пополняется новыми экспонатами. Причина тому большая увлеченность автором военной темой. Мое увлечение началось с того, что у меня по различным причинам остались у родственников их еще какие-то предметы военной одежды, фуражки. И было когда-то решено просто сделать, оформить красивый стенд сделать. Ну а потом люди приходили, начинали смотреть на это все, дарить, менять что-то. И вот, собственно, то, что вы видите, то и получилось. И действительно коллекция Александра Зиновицкого весьма разнообразна. Здесь можно встретить предметы военной атрибутики разных лет. Одни были подарены близкими, другие отданы товарищами-коллекционерами, третьи попали в руки автора, преодолев немалое расстояние. Многочисленные значки, фуражки и шевроны Александр Зиновицкий приобретает посредством интернет-магазинов. Заказы делает во многих странах мира. Различные источники есть для приобретения и пополнения коллекции. В основном это интернет, такие социальные сети, где есть отдельные группы для коллекционеров, где происходят обмены, различные покупки. Также не исключается просто личная встреча между коллекционерами. С коллекционерами начинаешь дружить, и поэтому они становятся близкими людьми. И так и получается, что и близкие собирают, и уже начинают и родственники что-то подносить. Своё увлечение сам коллекционер называет весьма полезным времяпровождением. Ведь в процессе коллекционирования он читает литературу, обращается к архивам, общается с огромным количеством людей. Помимо того, Александр Изновицкий считает, что этот вид занятия помогает отлечься от повседневных забот, погрузиться в историю, почерпнуть для себя что-то новенькое. Это позволяет дисциплинировать себя, это позволяет убить лишнее время, которое может быть использовано немножко по-другому. Ну и опять же, это пропагандизм, пропагандизм, коллекционирование. Больше людей вовлекается, больше людей этим занимается. Соответственно, больше круг общения, интереснее с людьми общаться. Кто из нас совсем в юном возрасте не увлекался коллекционированием чего-нибудь эдакого? Многие собирали машинки или плакаты с изображением любимых исполнителей, фотографии, фантики, календари или марки. Но со временем детское хобби перестало приносить удовольствие. Появились новые увлечения, старые отошли в прошлое. Но так бывает не всегда. Есть люди, которые занимаются коллекционированием вещей не один, не два и даже не десять лет. Это занятие приносит им неимоверное удовольствие. Поэтому, возможно, стоит задуматься и заменить бесполезное увлечение на что-то более стоящее, например, коллекционирование. Продолжение следует...